Он обязан оплатить штраф в размере 42 миллиона 700 тысяч тенге. В случае неисполнения данного вида наказания, ему наказание может быть заменено на более строгое, то есть на лишение свободы. Штрафовать иногда на колоссальные суммы. Наказание в виде штрафа на сумму 1 миллиард 42 миллиона 600 тысяч тенге. Как и сказано, всего ему лично предназначено. Возникает вопрос, где он их возьмет, и из каких средств он это заработал. Да, это пример как раз, который недавно был, и у всех удивление, где он вообще в принципе возьмет тысячи. Где возьмет? Наворовал, пусть садаст половину. А, где он еще возьмет? Значит, он снова будет зарабатывать таким же образом. Нищик-коррупционер, если только он подаяния собирается. Он заработает, я считаю. Ворованных. Будет сложно. Вверху на дно падать. Он будет тяжеловато, простым рабочим потом работать. Если один раз воровал, значит, и второй. А вот этики, может быть бедность? Если он виноват уже? Пусть отрабатывает. Вот это самый нормальный вариант. Пусть отрабатывает то, что он наворовал. И других граждан. Другие граждане трудились, чтобы дать ему взятку. Находили, старались, брали в долг правильно, потом отдавали. А теперь пусть он побудет на их месте и поймет, как это тяжело все делать. Они уже привыкли к этим деньгам, они привыкли к жадности, они привыкли к взяткам, они привыкли к запаху этих денег, долларов, евро. Для них две тысячи это уже не деньги. Коррупционер нужно в первую очередь садить, деньги отбирать, конфисковать все его вещи, и потом, когда он выйдет, лет через десять, естественно, будет ничего. Ну, у него же наверняка уже сумма собралась, раз он коррупционер. Надо было раньше думать, мы отвечаем за все поступки сейчас. Ну, пусть это честно работает. Руки, ноги есть, не инвалид, пусть работает. Уже честно. Все коррупционеры, они запасливые, у них есть. Ха-ха, заначки. А он еще раз возьмет и будет дальше жить. Это же как и раз. Привычка же, это вторая натура. Надо родиться им. Вот нормально ли человек не будет брать? Это в крови должно быть. Ну, это и сбережения, которые, наверное, и собраны, и складированы за прошлые деяния. И они взяли, пусть отдают это, если он не хочет сидеть. В случае, походу, нам, пенсионерам, пойдет. Он должен сидеть в тюрьме. Вот это я понимаю, особенно он ничего не понимает. Очень здорово, что они накопили свою неправомерную деятельность. Как вытаскивают?